По поводу событий в России, которые, вот тут тоже интересно, сразу опять напомню, завтра посмотрите, пожалуйста, мое интервью с Игорем Губерманом, потому что он очень интересную мысль высказал по этому поводу. Вот хочу сейчас у Димы услышать, что он думает. По поводу событий в России, а именно в Дагестане, в Махачкале, которые на днях мы всем миром наблюдали, жуткие, пещерные, ужасные проявления антисемитизма. Ну это не просто антисемитизм, но это еврейские, настоящие еврейские погромы, как когда-то делали фашисты, нацисты. Ну только что концы лагеря пока они не организовали, но в принципе та толпа, которую я там наблюдала, она могла и это делать. Ты видел, как они в турбинах выискивали евреев? Символ этих событий – это когда люди заглядывают в турбины самолета в поисках евреев. Это символ красноречивого. Скажи, пожалуйста, что это означает и какие последствия и для кого вот эти события могут иметь в будущем? Ну первое, я хорошо знаю народы Кавказа. Им не свойственен антисемитизм. Это я тебе говорю с полной уверенностью. Ни грузинам, ни азербайджанцам, ни армянам, ни чеченцам, ни ингушам, ни дагестанцам. Антисемитизм не свойственен в принципе. В Дагестане живет много евреев, между прочим. И огромное количество уважаемых евреев, в том числе и миллиардеров, родом из Дагестана. Я тебе скажу, что даже актриса Исакова, звезда российского кино, она еврейка из Дагестана. Тальман Исмаилов, миллиардер российский, еврей из Дагестана. Там очень много людей, которые себя проявили, показали интересным образом. Значит, это не, повторяю, антисемитизм не свойственен народам Кавказа. Это хорошо спланированная операция. И я думаю, что мир еще узнает, кто за ней стоит. Которая у малообразованных слоев населения вызвала вот такую реакцию. Конечно, она показала звериное лицо сегодняшней фашистской России. Потому что в цивилизованных странах такие акции невозможны. Это фашистская страна. И знаешь, что еще показала эта ситуация? Бездеятельность власти. То есть, власть хороша. Нацгвардия там. Хороша, когда надо бить студентов, которые выходят на протесты. Очкариков бить. Вот это они хороши. Когда надо, значит, издеваться над учителями, которые протестуют против войны. Это они хороши. А когда надо сдерживать толпу, вот тут их нет. Полное бездействие, паралич, я бы сказал, власти в России. И это тенденция. Смотри, когда Пригожин пошел на Москву, вдруг не оказалось никого. Когда бесчинства в Махачкале начались, вдруг не оказалось никого. Это тенденция. Это говорит о том, что в России очень легко захватить власть. Это говорит о том, что все эти военные, нацгвардейцы, ФСБ, МВД, это все туфта. Потому что, когда запахнет жареным, их не будет. Я же помню, как Советский Союз распался. А где они все были, когда распался Советский Союз? А что они на улицы не вышли? Никого. Поэтому бабки получать из федерального бюджета, это они могут. Клясться на верность Путину, это они могут. Когда пахнет жареным, их нет. Это главный урок погрома в Махачкале. Главный урок. Россия слаба. Россия уязвима. В России может любой захватить власть, если хорошо подготовится. Ему не будут в этом препятствовать. Я думаю, что, конечно, Путин с ужасом воспринял эту всю историю. Потому что он проецирует ее на себя и понимает, что если так легко захватить аэропорт в Махачкале. Дима, а разве не Кремль за ней стоит, за этой акцией? Потому что Кремль, кстати, попытался... Это же первый признак. Когда Кремль обвиняет в чем-то Украину, потому что они считают, это нацисты типа украинские научили. Ну так смешно. Ну просто, понимаешь? Как визитка Яроша везде сразу находилась. Олеся, у меня нет ответа на вопрос, кто стоит за этим. Здесь могут быть разные варианты. Я тебе приведу пример вариантов. Первое. Да, может быть Кремль. Для чего? Для того, чтобы запугать Израиль. Кремлю это не очень выгодно, потому что показать проявление антисемитизма в России, это лишит себя многих преференций в мире. Показывать антисемитизм Путину не выгодно. Поэтому я... Может быть не сам Путин, может быть какой-то из крыльев. Может быть, но я не очень в это верю. Дальше. Есть версия о борьбе внутриклановой в Дагестане. Там такой Меликов руководит Дагестаном. И Дагестан это же очень сложная, это республика сложная по своему национальному составу, взрывоопасная. Там живет 3 миллиона, Олеся, 3 миллиона человек. Дагестан самая, наверное, многонациональная автономия в России. Потому что лакцы, аварцы, кумыки, азербайджанцы, там очень евреи, русские, там очень таты, там очень густонаселено все разными национальностями. И это такой, знаешь, такой чеченцы там живут тоже, осетины. Ну, это очень большая такая, большой котел, понимаешь, где огромное количество национальностей, он легко воспламеним. Кроме того, там кланы в Дагестане. И у кланов этих вражда. При этом сами дагестанцы живут крайне бедно, в нищете. Их довели до жуткого состояния. Но нищета полная. Работы нет. Молодежь без работы, без образования. Естественно, молодежь там легко вступает в такие исламистские, знаешь, группировки. Легко идут вот эти турниры ММА, знаешь, вот там популярно. В Дагестане любой молодой человек, он уже спортсмен. То есть борьба там очень развита в Дагестане. Единоборство. И поэтому Меликов там не устраивает кого-то. Там за Дагестан опять центральная власть берется. Потому что периодически Дагестан чистят от коррупции. Ну, чистят от коррупции это московский нарратив. Московский нарратив такой. Но не исключено, что для того, чтобы или скинуть Меликова, или отсрочить его отставку, один из кланов придумал это. Такая логика тоже есть. Какие еще есть... А вот скажи, пожалуйста, хорошо, но развиться это в антикремлевский протест может? То есть сейчас вот эти... Ну смотри, они начали же, протестующие начали же забрасывать полицейских камнями. И полицейские начали извиняться перед народом. Это же кадры, облетели весь мир. И полицейские отошли, в них камни летели. То есть, ну это бунт такой стихийный, конкретный. Но ты понимаешь, в чем вопрос? Там же камеры, это аэропорт, идентифицировали всех нападавших. Сейчас с ними будет расправа. И Меликова об этом сказал, и все говорят об этом. То есть с ними показательно расправиться. Я уверен в этом. И обратим внимание на заявление Кадырова. Кстати, когда был погром в аэропорту Махачкалы, выступил министр по делам национальности Чечни. По-моему, Даудов фамилия, боюсь перепутать. И он очень так толерантно сказал, что что вы делаете? Многие евреи в мире против убийств палестинцев. Нельзя всех ровнять и прекратить это надо. И так далее. И вот сегодня выступил сам Кадыров. Было молчание. Долгое Кадырова, но он выступил красноречиво. Он сказал, что если будет подобное в Чечне, то полицейские должны осуществить три выстрела вверх предупредительных, а четвертый в голову нападающему. И это мой приказ, сказал Кадыров. Но это такое недвусмысленное заявление. Поэтому версий много. Я уверен, что мы узнаем, что это было. Но, повторяю, народам Кавказа антисемитизм не свойственен. Это я точно знаю. Будем дальше идти по событиям. По тому, что сейчас и в соцсетях, и на кухнях больше всего обсуждается. А именно. Вот вчера вышла в Тайм статья, где на обложке Тайм... Ну, мы понимаем, во-первых, всегда престижно попасть на обложку Тайм. На обложке Тайм Владимир Зеленский, его интервью. Не только его интервью, а и статья об Украине, о Владимире Зеленском, о войне в Украине. Авторство Шустера. Эта статья, эта публикация... Но не Савика. Оказалась скандальной. Очень скандальной, потому что вызвала уже огромное количество реакций разных людей. Да, ну не Савика, надо признать, а другого Шустера, Саймона Шустера. Хотя Савик тоже очень часто вызывал всякие волны информационной и скандальной реакции. Но в этот раз вот его однофамилец это сделал. Я напомню нашим зрителям, вот если там, может, вы помните, да, что еще для Украины такого, что обсуждалось, вот об Украине писал, когда Саймон Шустер. Это была статья о полке Азов, это еще до Большой войны. И тогда как раз, кстати, у Савика Шустера в студии, тогда это обсуждалось, и Саймон Шустер был на включении, и Андрей Белецкий тогда представлял Азовцев. И ты, наверное, даже помнишь... Я помню, я был в студии тогда, да. А, ты в студии же даже был, правильно, ну вы обсуждали это прям. И этот диалог очень яркий, ну потому что Шустер тогда, Саймон Шустер, абсолютно был неправ, потому что он в своей статье, ну там, допустил какие-то там сравнения и какие-то такие, ну как бы даже, я бы сказала, практически обвинения в нацизме Азовцев. То есть, ну, собственно говоря, то, чего хотела русская пропаганда всегда, навесить клеймо на ребят Азовцев, что они нацисты, он там так немножко по этому прошелся, это было нехорошо. Я не знаю, ну, почему он это сделал, судя по тому, что говорят те люди, которые его знают из журналистской тусовки, наверное, его кто-то ввел в заблуждение, не знаю. Но, тем не менее, статья для меня лично была неприятная, и я абсолютно считаю, что он был неправ. Вот сейчас вышла еще одна его статья, которую я еще больше, видишь, резонансу наделала, но она тоже неприятная, потому что интервью Владимира Зеленского там классное, с классными акцентами, с правильными, он там правильно абсолютно говорит и оценки дает. Но вот то, что написано дальше в статье, где с какими-то инсайдерами, мы не знаем, с какими, общался Саймон Шустер, там речь и о коррупции, о том, что в окружении Зеленского, мол, не верят, ну, по большому счету в победу не верят, а что нужно что-то перестраивать, но Владимир Зеленский настроен только на победу, он не хочет никаких компромиссов с Россией. Ну, собственно говоря, он в интервью это подтверждает. Ты читал эту статью, скажи, пожалуйста, какое твое мнение? Да, я ее читал. Ты знаешь, у меня позиция одна, она не меняется все долгие месяцы войны. Она очень четкая, простая и понятная, и я ее еще раз изложу. Я считаю, что сегодня у каждого украинца, в частности, и у государства в целом, есть один враг. Фашистская Россия во главе с фашистом Путиным. И каждому украинцу, в частности, и государству Украина в целом, надо думать сегодня только о победе над фашистской Россией. Любые статьи, выступления, мнения и прочее, что сеет ненависть одних украинцев к другим, любые дискуссии о языках, о Зеленском и его команде, обо всем, что идет не на пользу, а во вред Украине, не должны иметь места. Не надо сегодня украинцам собачиться друг с другом, не надо сегодня критиковать президента, это я говорю. Сегодня надо думать только об одном, о победе над фашистской Россией, повторяю. Когда начинается обливание грязью кого-то, в том числе и президента, у меня это вызывает разочарование и возмущение. Такую бы энергию, знаешь, использовать во благо нашей будущей победы. Не надо Украину разрывать изнутри. Надо объединиться и разрывать Путина. Поэтому все эти статьи, все эти злобные шпильки извне и изнутри мне не нравятся. Это моя позиция, я имею на нее право.